Коллеги, всем доброе утро, меня зовут Евгений Котельников, я отвечаю за телефон Елин по тематике, это мой коллега представитель Елинка Стивен Ши, директор региональный по продажам. Всем привет, меня зовут Стивен из компании Елинк, я региональный директор по продажам Елинк в России и СНГ. Я очень рад сегодня участвовать в вебинаре «Организованные оптиматики». Теперь я на короткий представитель нашей компании Елинк. Елинк является ведущим мировым поставщиком решений для унифицированных коммуникаций и совместной работы для работы. И мы стремимся к помощи каждому человеку и организации в полном мире осуществить возможности унифицированных коммуникаций и совместной работы, чтобы воспользоваться преимуществами простой совместной работы и высокой производительности. теперь Елинк становится сильнее благодаря трем основам стилям продуктов для полнофенцированных решений о коммуникации о городе-нафицированных уровнях. Я хочу немного рассказать о нашем директоре «Эпиматика». «Эпиматика» является единственным простым диспьютером «Елинк» в России. В этом году исполняется 15 лет. Я хочу от имени «Елинк» подставлять «Эпиматика» с 15 лет. Касательно «Эпиматика», думаю, что достаточно три пункта. Первый, я думаю, что это «Эпиматика» нашим надежным партнерам и «Елинк» в России. Мы начали сотрудничество с «Эпиматикой» с 2015 года, и в этом году «Эпиматика» юбилеев 15 лет. Второе, я хочу сказать, что «Эпиматика» — это единственный упражненный диспьютер на российском рынке. Третий пункт «Эпиматика» является диспьютером полностью рынка продукции «Эпиматика» в России. Это три преимущества этого государства, чтобы доказать «Эпиматика» нашим хорошим надежным партнерам. «Эпиматика» является мировым лидером в области. Начиная с 2001 года «Эпиматика» снова и снова завоевает рынок «Эпиматика». Мы лидируем рынок «Эпиматика» в 2005 году и на рынок «Эпиматика» в 2018 году. И последовательно нарываем сотрудничество с Microsoft Zoom и добиваемся успеха на рынок «Эпиматика» в 2017 году. И сегодня мы сможем сказать, что «Элинк» занимается первым местом на мировом рынке «Эпиматика» и входит в топ-5 провайдеров в ВСИ. «Элинк» — первым местом в мире. «Элинк» в настоящее время вкладывает более чем сотни диспьютеров, охраняющих более 140 стран и устанавливает тесное сотрудничество с более чем 110 партнерами и обслуживает более 500 тысяч компаний. Можно сказать, что один из каждых 500 человек на земле празднует или использует продукты «Элинк». Исчисление призы и аккредитация от международных организаций также показают, что исключительная производительность «Элинк». Также «Элинк» тоже в 2015 году составил сотрудничество с Microsoft, отродая коммуникационные партнеры Microsoft. И в 2016 году «Элинк» занимается одним из первых аппаратных партнеров в ВСИ. Наши крупные заказчики у них также есть несколько известные крупные компании у России. Второе преимущество «Элинк» — постоянные инвестиции в технологии. На своих мероприятиях более 50% сотрудников «Элинк» занимаются технически и научно-исследованием разработки. «Элинк» имеет количество патентов более 600, и «Элинк» — инвестиции в технические разработки более 30%, что является редкостью для купленных инвестиций в отрасли. В настоящее время «Элинк» — ведущий в отрасли технологии, как в аудио, видео и облачные решения, и искусственные инвестиции. Далее, полный цикл разработки продукта от облака до деминала. Третье преимущество «Элинк» — закрадывает потребность бизнеса в гамминкациях, обеспечивая высокую производительность. Так, «Элинк» — в настоящее время продукции «Элинк» можно разделить на три направления, включать решения для унифицированной коммуникации, видеоконференции оборудования и личное строительство с соответственными персональными оборудованиями. И каждая продукция можно охватывающая каждого образа данного в вашей компании. У нас есть телефонник, текст-телефон, также у нас еще есть продукции для выклокотворительной связи, также есть реапрофортированных курсов, и также есть собственные… раут решения, «Элинк» и «Элинк» и «Элк». Еще есть наши PLD оборудование. В третьем направлении у нас профессиональные календоры на прошлой году получили очень большой успех. В этом году, я считаю, будет подтвержд moms по пути высокого образа. Также я хочу тоже посмотреть информацию достижения на российском рынке на 2022 году продали на российском рынке увеличились на 95 процентов благодаря нашей партнерой тематики. И хочу сказать, что на этом году надеемся, что все партнеры смогут добиться большого успеха с E-Link и E-Link. И дальше я хочу передать наши коллеги E-Link, представить наши новые продукции. Спасибо Стивену, он рассказал о компании E-Link. E-Link это высокотехнологичная компания, много оборудования, закрывает большие кейсы, много потребностей бизнеса, улучшая коммуникации. Сейчас мы поговорим о IP-DEC экосистеме E-Link, в частности о новинках, которые представлены в этом году. Ну, немножко о конкурентном ландшафте. Как вы все знаете, до предыдущего года в IP-DEC системах такие игроки присутствовали на рынке России. В этом же году конкурентный рынок остался такой. Сейчас практически большинство вендоров ушли с России, остались только E-Link и E-Link. Теперь, коллеги, немного расскажу о новинках IP-DEC систем. Сначала хотел бы сказать, для чего нужны IP-DEC системы. Это, конечно же, промышленный сектор, большие предприятия, большие комплексы производственные, это ритейл, магазины, розничные магазины, гипермаркеты, это большие склады, это, конечно же, отельный бизнес, авторитейл часто используют DEC решения, это, конечно же, медицина, ну и это большие офисные центры. Модельный ряд E-Link – это наше конкурентное преимущество. Разнообразное конечное оборудование, будь то настольный телефон T54W или конференц-телефон CP935W, трубки DEC, гарнитуры, микросотовые, синглсотовые системы и виртуальный интегратор. Про каждую из систем подробнее позже я вам расскажу. Сценарий применения. Возьмем типовой офис, в котором нам нужно развернуть DEC-систему, например, микросотовую W80 или более продвинутую W90. Это же, конечно, приемная комната, секретарь, у которого есть DEC-трубка W73 или W78. Это, конечно же, офисные пространства, в которых W73 трубки, новые W78 или W56H. Это, конечно же, в типовом офисном здании есть склад. Для сотрудников склада мы предлагаем защищенные трубки W59R или W57R. Это же, конечно же, руководитель. Руководителю на стол мы предлагаем настольный цветной DEC-телефон 5-й серии T54W с USB-донгл DD10K. Ну и, конечно же, в каждом офисном центре есть переговорная комната, в которой мы предлагаем DEC-конференц-телефон CPW30. Про него немного позже я вам расскажу. Хотел бы пару слов сказать про сингл-сотовое решение. Это базовая станция W70, которая обеспечит до 20 одновременных звонков. Можно подключить до 10 трубок и зарегистрировать до 10 учетных записей. Также можно расширять систему до 6 репитеров, подключить на базовую станцию, расширить зону действия. Как я уже сказал, оконечное оборудование любое, как настольный телефон, конференц-телефон или труб. Про сингл-сотовую систему большинство из нас с этим сталкивают. Знают, что такое. Я хотел бы немного сказать про микросотовую систему, кто еще не знает. Микросотовая система основана на стандарте DEC и предполагает размещение нескольких базовых станций на территории, которые необходимо покрыть стабильным сигналом, позволяет абонентам перемещаться по этой территории, по нескольким этажам и всегда быть на связи, принимать и совершать звонки с трубки DEC. Также в микросотовой системе работает режим роуминг и хондовер. Режим роуминг – это как в сотовой связи. Вы перемещаете, например, на автомобиль от базовой станции к базовой станции, и всегда ваш телефон автоматически переключается к базовой станции, и вы всегда на связи. Это режим роуминг. Режим хондовер – это тот же самый режим, но во время разговора. То есть в микросотовой системе E-Link W80-W90 абонент при совершении разговора перемещается от одной базовой станции к другой, автоматически переподключается, и связь при этом не теряется. Работают связки с АТС различных производителей по открытому протоколу. Какие ключевые преимущества микросотовой системы? Это обеспечение мобильности сотрудников на больших территориях, на нескольких этажах, режим роуминг и хондовер. Это повышенная эффективность работы, устойчивая, качественная связь, получение уведомлений на DEC-трубку, и, конечно же, конфиденциальность DEC-связь шифруется. И связь, конечно, в труднодоступных местах. Не надо прокладывать провода, чтобы подключать стационарный IP-телефон. Базовая микросотовая система IP-DEC-80 работает с любимыми оконечными устройствами. До 10 базовых станций в одной системе можно подключить до 100 трубок, 100 СИП-аккаунтов и 100 одновременных вызовов. Конечно же, Роми хондовер здесь работает. Вторая микросотовая система – это W90. Уже до 60 базовых станций, 250 устройств, трубок и параллельных звонков в одной системе. Как вы видите, на данной базовой станции есть регулируемые антенны. Регулировка антенн позволяет увеличить зону покрытия до 15 метров, в отличие от базовых станций, которые не имеют регулировку антенн. И, конечно же, второе преимущество W90 – это синхронизация не только по воздуху, но и синхронизация по ламу. Для чего нужна синхронизация по ламу? Это, конечно же, например, труднодоступные помещения. Если у нас посредине капитальная стена 5 метров, то микросотовую систему тяжело пробить. Простое решение – просверлили отверстие, прокинули лам, и подключается система, базовые станции синхронизуются друг к другу по ламу. Второе – это, например, обособленные места развертывания микросотовости. Например, в офисе развернули базовую систему на одном этаже, и, например, у вас следующий офис находится через три этажа. Чтобы на каждом этаже не ставить базовую станцию, увеличивать систему, по ламу синхронизируйте. Второй офис синхронизируется, или, например, отдельно стоящее складское помещение синхронизируется по ламу, и сотрудник с трубкой может по всем офисам перемещаться и всегда быть на связи. Ну и, конечно же, новинка этого года – это виртуальный интегратор ВИМ, который позволяет уже в систему до 2500 СИП-аккаунтов, трубок и параллельных звонков. Это уже особо крупные предприятия, которым нужно такое количество оборудования, можно развернуть, но на ВИМ-интеграторе до 600 баз можно использовать. Оконечное оборудование, ну, про оконечное оборудование немного позже я более подробно расскажу. Как и в любой системе, под управлением виртуального интегратора ВИМ можно использовать любое оконечное оборудование, ДЭК, Елинка. Пару слов по позиционированию. Кажется, сложно понять, определить для заказчика, какой именно нужна система. Ну, на данном слайде наглядно видно и просто потребность, какая существует, какое мы можем предложить решение. Например, это небольшой склад, ресторан как офис, которому достаточно до 10 устройств, небольшая площадь. Мы предлагаем W70 базовую станцию и оконечное устройство до 10. Если это уже какой-то склад, супермаркет, отель, и нужно до 100 устройств, до 80 баз покрытия сделать системой, мы предлагаем W80 микросотовую систему. Если это крупные сети супермаркетов, если нужно сделать 10 различных кластеров в одной системе, это большие производственные помещения, сложные помещения, если нужна синхронизация по LAN. Мы предлагаем микросотовую систему W90. Ну, для особо крупных предприятий, которым требуется до 2500 устройств и до 600 баз, мы предлагаем систему под управлением виртуального интегратора ВИМ. Вам, наверное, кажется, что развернуть, настроить микросотовую систему – это сложно, но есть специальные инструменты, которые вам помогут в этом. Это комплект радиопланирования, измерительный комплект, который поможет вам определить необходимое количество базовых станций, их идеальное расположение, ну и, конечно же, продемонстрировать заказчику ваши большие компетенции. В комплекте есть штатив, который можно… самое идеальное расположение базовой станции – это на стене, где-то метр восемьдесят от пола, то есть на уровне слушателя, когда он стоит и держит трубку возле уха. Данный штатив позволяет на эту высоту поставить базовую станцию и оптимально найти расположение базовой станции и их количество. Теперь, коллеги, поговорим немного о конечных устройствах. Новинка этого года, мы ожидаем первую поставку коммерческую в мае этого года – W78H, который вы можете сейчас наглядно видеть. Они по размерам с W73H одинаковые, но, как вы видите, экраны абсолютно разные. В W78H экран 2,4 дюйма большой, 4 новых темы оформления, улучшенная система шумоподавления FNR. На борту присутствует не только 3,5 джек, но и Bluetooth 5.1. Также на борту присутствует вибровызов, и даже в шумных средах, в офисных пространствах, в open space, вы никогда не пропустите звонок. Также, как W73H, существует как отдельно трубки в продаже, так и комплект из базовой станции 70B W78P. Новая дек-трубка, защищенная W57R. W57R, как вы видите, по размерам она идентичная с предыдущей W59R, то есть более бюджетная трубка, как вы видите, по цене. Немного хуже по защите. В W59R, напомню, защита IP67. IP67 означает, первая цифра – это 6, это абсолютная пылезащита. Говорит о том, что в отсек не попадет никакой пыль. И вторая цифра – это водозащита. 7 означает, что данное устройство можно кратковременно, до 30 минут, не глубже одного метра опускать в воду, и абсолютно ничего трубки не будет. Но если кому интересно, на наших каналах вы можете посмотреть, есть видео, где мы эту трубку топим в аквариуме, и она спокойно абсолютно работает. Новая трубка W57R, как вы видите, по размерам такая же. Аккумулятор здесь более новый, улучшенный. Уже время работы позволяет до 600 часов в режиме ожидания. Поддержит обе трубки быструю зарядку, то есть достаточно зарядить 10 минут, и вам хватит для разговора 2 часа. Также присутствует выбор вызов, есть кнопка тревоги, но здесь, к сожалению, нет, как в W59 гироскопа, и нельзя автоматически запрограммировать наступление событий. Только по нажатии кнопки идет звонок на запрограммированный телефон. Также у нас появилась новинка, это новый беспроводной конференц-телефон 935W. В отличие от предыдущего CP930W, 935W работает не только в системе DEC, но и в системе Wi-Fi. То есть не в каждом офисе присутствует DEC-система, но практически в каждом офисе развернута Wi-Fi-система. Для чего нужен беспроводной конференц-телефон? Ну, например, вы сделали хороший ремонт, в переговорной комнате поставили дорогой стол из миланского дуба или из мрамора, и потом вы понимаете, что вам необходим конференц-телефон, что не хватает встроенной системы для переговоров. Ну, конечно же, никто не разрешит вам сверлить отверстия в дорогих столах. Как решение, это беспроводной конференц-телефон, который ставится посередине стола и комфортно проводится конференция. Кейс – это, например, у компании есть небольших хадл-румов в переговорных комнатах. В каждую переговорную комнату стосить конференц-телефоном – это дорого. Например, достаточно иметь один или два беспроводных конференц-телефона, и при бронировании конференц-комнаты сотрудник указывает, что у нас будет 6 человек, и нам требуется конференц-телефон. Администратор до конференции устанавливает данный конференц-телефон и проводит конференцию. Встроенный массив из 6 микрофонов позволяет качественный звук снимать, 4-дивмовый сенсорный экран, черная тема, крупные значки, самые популярные на передней панели, Android 9.0, и, конечно же, поддержка дополнительного беспроводного Bluetooth-микрофона, который мы ожидаем в третьем квартале этого года – это новинка CPW25. Конечно же, куда без настольного IP-телефона. Елин предлагает настольный DEC-телефон T54W плюс DD10K. Он позволяет разместить в любом месте, где есть сетевая розетка для подключения блока питания, не надо тянуть кабель, стабильно работает в системе DEC. Это 4,3 дюйма цветной экран, встроенный Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, поддержка Opus, гигабитный интернет есть, если вдруг вам нужно будет подключить по Ethernet с поддержкой PoE. И, конечно же, только Елин предлагает настольные решения, которые работают по DEC с модулями расширения. EXP50 позволяет подключить до двух модулей расширения, то есть каждый модуль расширения EXP50 – это 60 значений на трех страницах по 20 значений на одном. До 180 значений можно подключить на одном телефоне. То есть для секретов, даже для крупных компаний, там 180 самых популярных номеров набрать, этого будет достаточно. С прошлого года в DEC-системах Елинк работают не только DEC-трубки или настольные телефоны, но и DEC-гарнитуры W63 или W62. Они работают с абсолютно любыми DEC-системами Елинк, будь то сингл-сотовой базовой станции W70B или микросотовой системы W80 или W90. Позволяют подключиться по двум сценариям – это самостоятельное устройство со своим SIP-аккаунтом, можно принимать только входящие звонки и последний набранный или входящий номер перезвонить. И второе режим подключения – это дублирование аккаунта с DEC-трубки, соответственно, работает параллельно. На гарнитуре можно принимать звонки, на трубке набирать исходящие звонки. Ну и, конечно же, DEC-гарнитуры работают режимы Handover и Roaming в микрософтовых системах. Пару слов коллеги хотел рассказать по лицензированию виртуального интегратора VIM. Каждый партнер компании Appymatici может взять тестовую лицензию для своих клиентов на 60 дней. Поддержка управления до двух DEC-менеджеров и 120 баз – это абсолютно бесплатно. Достаточно прислать запрос своему менеджеру на получение такой тестовой лицензии, и мы вам такую тестовую лицензию предоставим. Коммерческая лицензия, она бессрочная, работает поддержку от 2 до 10 DM и до 600 баз поддерживает максимально. Временную лицензию, как я уже сказал, отправляете запрос, можно отправить своему менеджеру запрос на получение временной лицензии. Коммерческая лицензия после получения оплаты вам нужно экспортировать REC-файл с указанием MAC-адреса главного мастер-DM и количество DM базовой станции, сколько будет в системе. Сам дистрибутив вы скачиваете самостоятельно с сайта E-Link. Есть некие ограничения. Это в первую очередь важно, что продажи любой микросотовой системы и любой лицензии виртуального интегратора VIN – это требуется обязательная регистрация проекта и получение ID. Без полученного ID приобрести виртуальный интегратор или микросотовую систему невозможно. Второе. Даже временное использование тестовой лицензии требуется загрузка лицензии. Даже при тестовой лицензии нужно выгружать REC-файл, отправлять нам, чтобы E-Link смог выгрузить тестовую лицензию. И, как я уже сказал, лицензия уникальна. Она привязывается к мастер-DM. Поэтому, если вы в системе поменяли мастер-DM, вам нужно лицензия перейдет в режим временной лицензии, в демо-лицензии, и вам нужно выгрузить конфигурацию REC-файла и получить новую лицензию. Если вы планируете расширение, ваши заказчики планируют расширение системы VIN, нужно перевыпускать лицензию. Все те же самые шаги. Нужно выгружать REC-файл с указанием мастера-DM и получать новую лицензию на большее количество управления базовых станций и DM. По гарантийному обслуживанию. Все IPDX-системы E-Link имеют гарантию 18 месяцев. За исключением блоков питания и аккумуляторных батарей гарантия составляет 6 месяцев. Также для партнеров IP-матики есть возможность платного расширения до 5 лет. Сервисные центры больше, чем в 30 городах России. Средний срок обработки не более 3 дней, если у вас какие-то проблемы вдруг возникнут. Поро слово о реализованных проектах. Как вы видите, компания E-Link и IP-матика – это технологические партнеры большинства российских производителей АТС. АТС и микрософтовые системы E-Link отлично работают с АТС российских производителей. И у нас очень много совместных проектов в крупных корпорациях. Перечислять всех не буду. Уже более тысячи совместных проектов, где ядро российские решения и оконечное оборудование от E-Link. Также, коллеги, кто еще не обратил внимания, мы ведем нашу трансляцию из нашего демонстрационного зала компании IP-матики. Это единственные в России демонстрационные залы, которые имеют здесь все оборудование E-Link, о котором говорил Стивен. Это видеоконференц-связь, это гарнитуры, это телефонные решения, это решения для работы с Microsoft и Zoom. На сегодняшний день у нас открыто два деморума. Это в Москве и в Генбурге. Ожидается, что в крупных городах присутствия IP-матики, во всех наших офисах будут такие деморумы. Для вас, чем они удобны, вы сами самостоятельно можете выбрать удобное для вас время, забронировать его, указать, кто вам нужен, инженер, пресейл или эсейл, для обсуждения каких-то комических вопросов забронировать деморум, получить подтверждение и в это время прийти со своим заказчиком и продемонстрировать ему наше оборудование, что очень удобно для наших партнеров. Еще раз хотел обратить внимание, что есть защита проекта микросотовой системы и виртуальный интегратор. Нужно получать проект. Это конкурентные цены, конечно, это улучшенные звуковые характеристики, это высокая надежность и производительность, это, конечно же, атамбутация под российский рынок. Например, на ДЭК-трубках присутствуют русские буквы, что удобно пользоваться записной книжкой. Это же, конечно, широкий ассортимент конечного оборудования для разных сценариев, для любые задачи, о которых я говорил. Ну и, конечно же, доступность. Всегда есть наличие на складе опиматики, нет никаких ограничений по поставкам. Спасибо, что нас прослушали. Возможно, какие-то есть вопросы пишите в чат. Так, я вижу, Сергей задал вопрос. Для ВИМ обязательно все помещения должны находиться территориально рядом. Если нет, еще раз, виртуальный интегратор управляет микрософтовой системой W90, которая может синхронизироваться не только по воздуху, но и по LAN. Как я уже сказал, до 10 кластеров можно делать на системе ВИМ. То есть 10 разных. Если, например, это торговая сеть, у которой 7 торговых центров в одном городе, вот все 7 торговых центров можно объединить в одной сеть под управлением ВИМ, и сотрудник, например, с трубкой из одного офиса или проверяющий, приехав в другой торговый центр, всегда будет на связи. Коллеги, какие-то еще есть вопросы? Александр спрашивает, базовая станция W90 является ли внешняя антенна съемной? Нет. К сожалению, в микрософтовой базовой станции W90B внешняя антенна не съемная, только регулируемая. E-Link обещает, что в дальнейшем они рассматривают этот вопрос, они понимают, что есть потребность в съемных антеннах подключения сторонних антенн. Обещают, что в будущем они это реализуют, но как скоро, пока непонятно. Возможно, в этом году, возможно, в следующем. Но в будущем, да, мы такое ожидаем, что будут съемные антенны. Второй вопрос. Можно ли отключить синхронизацию по DEC и оставить только синхронизацию по LAN? Ну, не совсем понятно, для чего вам это нужно. Самое главное, что базовые станции синхронизируются по LAN или по DEC. То есть не обязательно, как в микрософтовой системе W80, чтобы каждая базовая станция видела другую. По LAN абсолютно это не нужно. Даже если в небольшом помещении, в котором стоит одна базовая станция W90, она синхронизируется по LAN, ваша система будет работать. Синхронизация по воздуху нужна. Максим спрашивает трубки других производителей. Вы, наверное, имеете в виду вопрос по GAP. Е-Линк считает, что работа по GAP с другими системами – это не очень надежная система. И Е-Линк может отвечать за свое оборудование, но за работу со сторонними оборудованиями отвечать не может. Поэтому у Е-Линка есть GAP. Но этот GAP означает, что любое DEC-устройство Е-Линк может работать с любым DEC-устройством Е-Линк. Только так. Трубки сторонних производителей мы тестировали. Он может принимать входящие звонки, исходящие звонки не может. То есть нет стопроцентного функционала при подключении по GAP у других производителей. Поэтому мы говорим, что Е-Линк работает только с Е-Линк. Появится ли на трубках Е-Линк фонарик в будущем? Ну, здесь, скорее всего, ответ нет, что Е-Линк не видит потребность в фонарике на защищенных трубках. Таких кейсов, запросов к Е-Линку приходит мало. Если в дальнейшем, конечно, будут такие запросы от наших партнеров для таких кейсов, то Е-Линк, конечно, рассмотрит этот вопрос. Но на сегодняшний момент, насколько я знаю, пока не планируется фонарик в трубки Е-Линк добавлять. Трубки Е-Линк, выпущенные 3-4 года назад, будут работать в новых версиях Microsoft. Да, действительно, например, если мы возьмем W53, трубку, которая снята с производства, единственное, что это должна быть последняя прошивка обновленная. Можно ее взять с сайта IP-матик. Все базовые станции, как Microsoft, так и синглсотовые, будут поддерживать работу с трубками W53. Репитеры RT-30, они же остаются, они как работали с W90, так и работают с W70. Но, конечно, в репитере должна быть последняя прошивка. Репитер не меняется, как он был в RT-30 для работы с W60B, так и с W70B, тот же самый репитер. Но в Microsoft системах репитер, конечно же, не будет. Да, коллеги, как я вижу, мы уложились в 40 минут, как обещали. Надеюсь, эта информация была до вас познавательна. Вы для себя подчеркнули много нового. Запись вебинара, конечно же, будет. Все, кто прослушал вебинар, вы получите и запись вебинара, и презентацию, которую мы сейчас вам показывали. Как обновляется прошивка на репитеры? Через веб-интерфейс базовой станции W70. Также веб-репитер RT-30 видит система YDMP. Если, например, у вас развернута система YDMP, система YDMP видит все устройства E-Link, видит их прошивку, сама предлагает их обновить. И не только те устройства, которые подключены по LAN, но и USB-устройства, спикерфоны, гарнитуры, USB-камеры, которые подключены, например, к устройству или к кодеку, или к телефону. Система YDMP тоже видит и тоже может обновить прошивку двумя кликами. Да, коллеги, спасибо за вопросы. Всем хорошего дня, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok